МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Информационные итоги дня подводим на телеканале Санкт-Петербург. Меня зовут Александра Вараксина. Добрый вечер. И вот главная тема выпуска. Некролога оставили под стражей, адвоката отца жертвы отстранили. Отец пропавший, Ирина Александровна, он заявил отвод. Мне, как адвокату, сегодня отказ от моих услуг. И мне пришлось уже судья оставить в качестве слушателя. Александр Земченков, которого подозревают в убийстве супруги, официально отказался от признательных показаний. 35 лет с момента самой крупной техногенной катастрофы в мировой истории. Из 20 на сегодняшний день нас из первой группы осталось 6 человек. Могу сказать, что на кого действительно сильно повлияло, они ушли от нас в первые 5 лет. В Петербурге вспоминают тех, кто участвовал в ликвидации аварий на Чернобыльской АЭС. Северная столица возглавила рейтинг регионов по качеству жизни за 2020 год. Социальными выплатами были обеспечены почти 180 тысяч безработных граждан. Из числа обратившихся в службу занятости почти 75 тысяч граждан нашли новую работу. Расскажем, о чем еще говорили на совещании в Смольном. Подземный прорыв. Петровне претензий нет. Петровна отработала на все 100. Работа на глубине 60 метров. Метрострой закончил проходку Лахтинско-Правобережной линии. Геймификация моды или как видеоигры нашли место в дизайнерских фантазиях. Мы можем работать уже в виртуальном мире, создавать цифровую одежду, выходить на новый уровень. То есть в данном случае я могу сказать, что пандемия, она в какой-то мере, она сподвигла нас быть более креативными. Петербург принимает международный конкурс молодых дизайнеров «Адмиралтейская игла». Петербург возглавил рейтинг регионов по качеству жизни за 2020 год. Сегодня данные аналитиков прокомментировал Александр Беглов. На совещании в Смольном он подчеркнул, что лидерство Северной столицы обеспечивает сразу несколько факторов от строительства жилья до доступности детских садов и поликлиник. Северной столице удалось решить главную социальную задачу – сохранить рабочие места и уровень зарплат. Сейчас безработица в Петербурге в два раза ниже, чем в среднем по России. Ну а тем, кто оказался из-за пандемии в трудной жизненной ситуации, оказывают поддержку. Социальными выплатами были обеспечены почти 180 тысяч безработных граждан. Из числа обратившихся в службу занятости почти 75 тысяч граждан нашли новую работу. Несмотря на трудности, нам удалось решить много вопросов. Услуги по регистрации безработных граждан были переведены в онлайн-формат. Во время пандемии платились и продолжаются все пособия. И сегодня же на совещании подвели итоги реализации первого этапа федеральной программы по поддержке граждан старшего поколения. Эксперты подчеркивают, что меры, принятые в непростой 2020 год, позволили пожилым чувствовать себя защищенными. Отныне петербургские долгожители будут получать единовременные выплаты к юбилею. Такое поручение дал сегодня губернатор. Им планируется выплачивать 15 тысяч рублей к 90-летию, 20 тысяч к 95-летию и 25 тысяч рублей к вековому юбилею. На 5 тысяч рублей составит ежемесячная надбавка за кураторство учебных групп в колледжах. Ее будут выдавать с 1 сентября вместе с федеральной выплатой. Список колледжей, где сотрудники получат данную надбавку, расширен. Теперь она будет распространена на педагогов средних профессиональных образовательных учреждений, которые находятся в ведении комитетов по социальной политике, культуры и спорта. Это изменение также коснется преподавателей двух образовательных учреждений в сфере культуры и искусства, Лицея искусств Санкт-Петербург и Музыкального лицея города. Октябрьский районный суд продлил арест бывшего главного нефролога Петербурга на три месяца до 27 июля. Александр Земченков сегодня официально отказался от своих признательных показаний, сослался на оказанное психологическое давление, так пояснили адвокаты. Кроме того, Александра Почуева отстранили от участия в деле. Он представлял интересы отца убитой супруги Земченкова. Отец пропавший, Ирина Александровна, он заявил отвод. Мне как адвокату сегодня отказ от моих услуг и мне пришлось уже, судья, стоял меня в качестве слушателя. Да, действительно, слова об отказе прозвучали, об самоговоре прозвучали. По словам Почуева, сам 92-летний Геннадий Кононов не смог по телефону подтвердить отвод и сослался на плохое самочувствие. Теперь адвокат рассчитывает вернуться к делу в качестве одного из защитников. Я напомню, Александра Земченкова обвиняют в умышленном убийстве своей супруги Ирины. Она пропала без вести 11 лет назад. Инициатором возобновления расследования стал отец женщины, обратившись лично к главе Следственного комитета Александра Бастрыкину. Главного нефролога Петербурга задержали 30 марта. Сначала он не признал вину, но затем осознался. По его словам, поссорился с женой, в споре оттолкнул ее, женщина упала и ударилась головой. Тело Земченков якобы разрезал на части и раскидал по мусорным контейнерам. Позже адвокаты обеих сторон предположили, что на подсудимого оказали давление. Тогда Александр Земченков записал видео о провержении своих слов. И вот сегодня его позицию изложили в Октябрьском районном суде на заседании по продлению меры пресечения. Оперативники уголовного розыска привезли в 8-й отдел полиции пропавшего 3 дня назад 13-летнего Никиту Афонина. Подростку нашли в одном из торговых центров Приморского района. Как нам сообщили сотрудники полиции, никаких противоправных действий в отношении мальчика не совершалось. В отдел вызвали мать ребенка. После необходимых процессуальных действий их отпустят домой. Для полицейских, которые занимаются поиском пропавших детей, это достаточно стандартная ситуация. 99% сбежавших из дома или соцучреждений подростков проводят время именно в развлекательных центрах. Большинство детей находят в день поступления заявлений или на следующий. Сегодня 35 лет с момента аварии на Чернобыльской атомной электростанции. Катастрофу расценивают как самую крупную за всю историю атомной энергетики и по числу погибших и пострадавших, а также по экономическому ущербу. Радиоактивному загрязнению подверглось более 200 тысяч квадратных километров, из них 70% на территории Советского Союза. Наиболее пострадали северные районы Киевской и Житомирской областей Украины, Гомельской области, Белоруссии и Брянской в России. Радиоактивные осадки выпали под Ленинградом, в Мордовии и Чувашии. Последствия загрязнения зафиксировали в российской Арктике, Норвегии, Финляндии и Швеции. Воздействию радиации подверглись почти 8,5 миллионов жителей СССР. Всего же в ликвидации техногенной аварии участвовали более 600 тысяч советских граждан. На данный момент только в Петербурге на учете состоит 5099 человек, которые подверглись облучению. В их числе 1482 человека имеют инвалидность. В Петербурге память погибших ликвидаторов аварии почтили в открытом после реконструкции парки Академика Сахарова. В полдень в Калининском районе началась торжественная церемония. Участники митинга возложили цветы к памятнику жертв радиационных аварий и катастроф. Мы уже неоднократно встречались с ветеранскими организациями, проработали вопросы, которые касаются медицинского обеспечения, льготного бесплатного лекарственного обеспечения, а также вопросы, касающиеся санаторно-курортного лечения. Эти встречи происходят на регулярной основе. Нам дано поручение губернаторам Санкт-Петербурга Александровича Мегловым постоянно встречаться и прорабатывать эти вопросы, которые касаются тех чернобыльцев, которые, не жалея своей жизни и здоровья, смогли остановить эту глобальную катастрофу. В Приморском районе память погибших почтили на аллее чернобыльцев. Памятный знак на пересечении Планерной и Долгозерной улиц появился 20 лет назад. Последствия, которые могли бы быть, если бы не ликвидаторы аварии на Чернобыльской АЭС, их просто даже невозможно спрогнозировать, чем бы это закончилось вообще для всего человечества. И, конечно, надо отдать должное этим людям и не только дань уважения. Это вообще, прежде всего, это герои. Среди тех, кто внес неоценимый вклад в ликвидацию последствий аварии на Чернобыльской АЭС, были и сотрудники городского НИИ «Трансмаш». На предприятии побывал мой коллега Артем Шарипов. Ребята управляли вот этим роботом, который, ну, что-то перед собой разбирал завалы. А Виктор Антонов чинил этого робота, если тот ломался. По сути, только ученые «Трансмаша» и могли выполнять такие задачи. В Чернобыль отправили несколько бригад. Антонов был во второй. Поехал добровольно, несмотря на семью и двоих детей. Не просто поехал так с бухты барахта. Я знаю, что это такое. В нашей лаборатории тогда это все были конструкции. На стенде мы испытывали. Как бы я был в курсе. Интересно самому было. А Николай Аханов был в составе первой бригады. Он называет эту командировку военной. Да и ехали, как на войну, в вагоне теплушки. Только вот страх, в отличие от фронтового, пришел только по возвращении домой. Тогда и началась настоящая битва. На кого действительно сильно повылияло, они ушли от нас в первые пять лет. Научно-исследовательский институт «Трансмаш» создавал шасси для космических аппаратов «Луноход». После Чернобыльской аварии предприятию дали задание создать похожие машины для ликвидации последствий катастрофы. Ученые собрали два комплекса «Клин-1» на базе танка Т-72 и СТР-1. Машина, которая работала на крыше третьего энергоблока. Убирала графит и радиоактивный рубероид. Аппарат управлялся так же, как «Луноход» при помощи радиоканалов. Мы имеем полноприводное колесное шасси. Здесь использованы мотор-колеса. Использован бортовой принцип поворота. Использованы титановые конструкции. Это все заимствовано из луноходов. Удивительно, но машины были созданы всего за 44 дня. И 5 июля их уже доставили в Чернобыль. Машины смогли сохранить здоровье как минимум тысячи людей. Сейчас понимаем, что 21 век, век робототехники. Но 35 лет тому назад это был на самом деле трудовой подвиг сотрудников института. Государственная корпорация «Рустех» и группа «Уралвагонзавод» уделяют большое внимание работе с молодежью. И, конечно, на таких подвигах необходимо воспитывать подрастающее поколение. Подрастающее поколение сегодня было особенно внимательным. Рады, что история вершилась в том числе и в их красносельском районе. Люди не растерялись. Они нашли выход из ситуации довольно быстро. Героям можно было задать вопросы и услышать откровенные истории. Не так часто сегодня можно поговорить с ликвидаторами Чернобыльской аварии. Из 20 на сегодняшний день нас из первой группы осталось 6 человек. Артем Шарипов, Артур Хабибов, телеканал «Санкт-Петербург». Прямо сейчас у нас на связи председатель Санкт-Петербургского союза общественных организаций инвалидов «Союз Чернобыль» Василий Найда. Василий Григорьевич, добрый вечер. Вы непосредственный участник и свидетель тех страшных событий. Какие ощущения вы испытывали тогда? Сразу было понятно, что это катастрофа мирового масштаба. На тот момент, ну как бы сказать, это не так просто и не все даже ее представляли и понимали. Почему? Потому что подобная катастрофа рационная на АЭС-станциях была впервые в мире. Ничего раньше подобного не было. Мы, как медицинские работники, все понимали, что это такое. Это не просто, а мы же все-таки занимались лечением и так далее. Но до такого впервые в жизни появилась катастрофа. Ну, я вам скажу, ну как, понимали, переживали, но так как закрытая была чат, и ничего особо не передавали, если честно, то информация была слабая, информация была отдавалась так, которую считали нет. Если там представители КГБ, они там, было их прилично, они там смотрели, они тут же, если сфотографировали, они забирали пленку, засвечивали, отдавали фотоаппарат. Второй раз могли наказать. Запрещено было. Кроме могли быть съемки делать, описывать те среды, те, которым разрешено было прибыть туда, записать, обговорить, что дать, что не дать. Ну, а как сейчас город помогает ликвидаторам аварии? Проблем много, но есть помощь. Да, вот, допустим, мы благодарны тому, что вот я, как и сам медицинский работник, и бывший начальник кафедры Академии, вот, и я, и новую кафедру после этих событий сделал в России эту кафедру военных странами медицины, где была связана с медициной катастроф, в которой ничего не было. И раньше на Большом ученом совете в Академии, когда я выступал, мне говорили, а что такое экстремальное? Я говорю, это такая же как скорая помощь. Это истоки медицинских катастроф, тогда еще понятия не было. У нас две клиники МСС России, которые нас поддерживают, мы занимаемся, они, есть новые клиники, вот это мы делаем. То есть по здравоохранению у нас идет неплохо, даже, можно сказать, лучше, чем даже в Москве. А я уже не говорю о других. Мы добились, нашли общий язык, поддержку и так далее. Это у нас есть. Василий Григорьевич, спасибо за разговор. У нас на связи был председатель Санкт-Петербургского союза общественных организаций, инвалидов, Союз Чернобыль, Василий Найда. На сайте праймерис Единой России зарегистрировались более миллиона избирателей по всей стране. Активисты партийного волонтерского центра помогут петербуржцам также зарегистрироваться на предварительное голосование в случае возникновения трудностей. Внутрипартийный отбор Единой России пройдет с 24 по 30 мая в электронном формате на сайте. Адрес сейчас вы видите на своих экранах. Избиратели, желающие проголосовать, должны иметь учетную запись на сайте госуслуг и проживать на территории избирательного округа. Проходку оранжевой Лахтинско-Провобережной линии завершили метростроители. Минувшей ночью рабочие установили последнее постоянное 712-е по счету кольцо. Впереди работа по сооружению разгружающего свода 10-ти метровый участок тоннеля. Между театральной и Спаской пройдут вручную. Подробности у Максима Лебедева. 800 метров грунта пробурили меньше, чем за 5 месяцев. С гордостью заявляют строители. Прокладка последнего участка Лахтинско-Провобережной линии метро завершена. Быстро выполнить тяжелую работу специалистам метростроя помог современный проходческий щит. Сейчас он уже опытный труженик, но мы помним его первые шаги. Новый щит пока еще тестируют, поэтому он прокладывает всего 5 метров тоннеля в день. После запуска на полную мощность скорость работы машины вырастет почти в три раза. Позади меня тот самый щит, который прокладывал тоннель к Спаской. Сейчас он уже остановлен, однако работа здесь на этом не заканчивается. Строителям еще нужно разобрать громадину, для чего придется расширять тоннель. На все работы, по словам специалистов, уйдет 3,5 месяца. Впрочем, щит этот не он, а она, так считают сами строители. Чтобы проложить путь от станции Спаской к строящейся театральной, этой даме приходилось работать на глубине в 60 метров. За день она укладывала 10 бетонных колец, выше норматива. Коллеги-мужчины едва поспевали. Ну, у него есть название Петровна, такое уважительное, и в то же время свойское. Поэтому Петровне претензий нет. Петровна отработала на все 100. Работы здесь осложняли особенности почвы. На протяжении 80 метров из-под щита выходила влажная порода. Метростроители преодолели непростой участок, пусть избавив темп. Но и сейчас у специалистов забот хватает. Например, сделать выходы из тоннеля по соседству на платформы будущей станции. Данный тоннель у нас сейчас выполнен на 40%. Боковой станционный тоннель первого пути на две трети выполнен. Значит, симметричный по второму пути станционный тоннель планируем начать в ближайшие две недели. Когда и эта работа закончится, специалисты соединят строящиеся участки с действующими путями линии. Параллельно возведут помещения, предназначенные для пассажиров. В ближайшее время мы приступим к монтажным работам по сооружению станции и прокладке инженерной коммуникации. По условиям государственного контракта в 2024 году мы должны завершить работу по строительству Лахминской прообережной линии от станции театральной до горного института. Соответственно, в 2024 году станция будет открыта для пассажиров. Длина нового участка оранжевой линии больше 3,5 километров. По расчетам специалистов, новыми станциями театральная и горный институт ежедневно будут пользоваться 743 тысячи пассажиров. Максим Лебедев, Евгений Чернов, телеканал Санкт-Петербург. В Петербурге возобновилась диспансеризация. Изменения в соответствующее постановление внес Александр Беглов. До пандемии в городе действовал свободный график диспансеризации. Сейчас записаться можно через портал «Здоровье петербуржца» и регистратуре поликлиники по месту жительства. По данным Комздрава, в текущем году профилактический осмотр и диспансеризацию должны пройти почти полтора миллиона петербуржцев. Из них 30% люди старше 55 лет. Герой России и самый популярный в стране космонавт-блогер Олег Артемьев, на счету которого два полета и три выхода в космоса, сегодня побывал на Ленинградском металлическом заводе. Для летчика-испытателя провели персональную экскурсию. Именно там была смонтирована и испытана пусковая установка для ракеты «Восток», на которой Юрий Гагарин совершил первый полет в космос. Олег Артемьев приехал на завод не с пустыми руками. Подробнее расскажет мой коллега Александр Одинцов. С пустыми руками в гости не ходят, говорит космонавт Олег Артемьев. Музей Ленинградского металлического завода он вручает по сути новые экспонаты. Среди них флаги города на Неве и страны. На каждом синяя печать, поставить которую можно только лишь побывав на МКС. Экспозицию пополнил и двигатель. Их всего таких двигателей четыре на аппарате. Если все штатно, два работают, а два не в запасе. Это в случае баллистического спуска. И вот видно, что он сработал штатно. То есть он меня спас, и я вернулся на землю. На ЛМЗ работают с комплектующими побольше. Вот они в цехах. Турбины и детали для гидроэлектростанций. Но кто бы мог подумать, что в 1956-м инженеры предприятия работали на то, чтобы обуздать совсем другую стихию. В темноте сейчас тут едва разглядишь металлические конструкции. Стартовая установка для межконтинентальной баллистической ракеты Р-7. Именно такая вывела в 1961-м на орбиту «Восток» с Юрием Гагариным на борту. Здесь, на Свердловской набережной, проходила имитация запуска. Ракету поднимали с помощью подъемных кранов. Вот стартовая установка держала. В определенный момент это все происходил пуск. Сюда были брошены все необходимые конструкторские силы. для устранения возникших ошибок. И плодотворная работа почти круглосуточно велась. Круглосуточная и секретная. По словам директора музея, даже многие рабочие лишь могли догадываться, для чего они изготавливали детали. Объяснимо, почему именно здесь был устроен полигон для тестов. Высота цеха по 30 метров. Есть мостовые, краны и шахты. В них можно погрузить ракету в натуральную величину. Сейчас место, где была стартовая площадка, едва заметно. Некогда секретный объект сегодня показали и космонавту Олегу Артемьеву. В моем понимании, образовании, как у нас становилась наша космонавтика, как все это происходило. И этот пробел я сегодня закрыл. И я очень хорошо знаю историю космонавтики, но я удивлен, что вот этот пробел, где ковалась первый старт ракеты, стартовая площадка. Космонавт уверен, что такой пробел хотели бы заполнить. Многие люди снова потянулись к космосу. Только на его странице в Инстаграм подписчиков больше 260 тысяч. К ним он выходил на связь даже с МКС. В своем плотном космическом графике Олег Артемьев успевал даже воспитанием детей заниматься. Есть промежутки времени между работой, то мы смотрим на Землю, а Земля нас не забывает. И мы ее не забываем, потому что у нас на Земле остаются семьи. И у нас есть возможность разок или два позвонить домой, узнать, чем живет твоя семья, проверить уроки у детей. После экскурсии Олег Артемьев отправился на встречу с работниками завода. К слову, космонавты приезжали на предприятие на Свердловской набережной часто. И вот он, еще один экспонат музея. Запись о визите в книге почетных гостей, оставленная Юрием Гагариным. Праздничное оформление Петербурга ко Дню Победы появится во всех районах города. Так на стрелке Васильевского острова разместят аллею городов-героев. Флаги украсят площади Победы и Восстания. На Невском проспекте и Дворцовой площади разместят изображение Ордена Великой Отечественной войны. Всего же в городе разместят почти 6 тысяч элементов праздничного оформления. О других заметных событиях дня в коротком обзоре. Нового директора представили труппе Александринского театра. Им назначен Сергей Емельянов, ранее занимавший пост министра культуры, туризма и архивного дела Республики Коми. Представляли главного менеджера замминистра культуры Алла Манилова и худрук театра Валерий Форкер. Сергей Емельянов – самый молодой руководитель в истории национальной сцены. Ему всего 28 лет. Пять новых внутренних направлений открываются из Пулкова. Три раза в неделю можно будет улететь в Горно-Алтайск и Томск. Два раза в неделю в Хабаровск. Ну а с 1 июня стартуют прямые рейсы во Владивосток. Перелеты запланированы по вторникам и субботам. При этом направление Петербург-Барнаул уже открыто. Самолеты летают два раза в неделю. Рэпер, который дрифтовал на улице Восстания ради эффектного видео, стал фигурантом уголовного дела. К ответственности привлечены и другие участники инцидента, выполнявшие роль видеооператоров. 13 апреля они решили снять клип, перегородив улицу в ночь на 25 апреля. Всех троих задержали. Молодым людям может грозить наказание вплоть до реального лишения свободы. Роспотребнадзор назвал самые густонаселенные клещами района Петербурга. Впереди Петродворцовый и Пушкинский. Не отстают Приморский, Курортный, Колпинский и Красносельский. С начала года к медикам из-за укусов клещей уже обратились 283 жители северной столицы и Ленинградской области. От клещевого энцефалита привились 15 тысяч горожан. Конкурс «Адмиралтейская игла» стартовал сегодня в Государственном университете. Технологии и дизайн он проходит уже в 27-й раз. Тема состязаний в этом году – игровые миры дизайна. Сегодня мода уходит с подиумов. Виртуальное пространство и компьютерным персонажам, как и реальным моделям, подбирают костюмы по фасону и цветовой гамме. Мир состоит не только в традиционной привычной нам одежде, а также мы можем работать уже в виртуальном мире, создавать цифровую одежду, выходить на новый уровень. То есть в данном случае я могу сказать, что пандемия она в какой-то мере она сподвигла нас быть более креативными, подвижными и я бы даже сказала прогрессивными. За звание самого креативного поборется 350 младых дизайнеров. Международное жюри определит победителей более чем в 10 номинациях. Победителю достанется полмиллиона рублей на создание собственной коллекции одежды. В завершении выпуска погоди. Завтра в Петербурге будет пасмурно и без осадков. Температура воздуха днем плюс 4, плюс 6 градусов. Ночью всего плюс 2, плюс 4. Магнитное поле спокойное. На этом у меня все. Прямо сейчас эфир продолжит программа «Соль событий». Оставайтесь с нами. Сьистреб Ведьки. Прямо сейчас. Ой. Прямо. Прямо. Ваш disciplined.